11.06 с Кирой начинается программа «Дневной разворот». Сегодня в студии Николай Голиков и Светлана Занько. Следующий понедельник будет уже мужской понедельник. Ну, если Володя решил всё-таки вернуться из отпуска, как ему вроде бы полагается. Да он уже тут заходил. Заходил, заскучал, конечно. Заскучал. Ну, Володь, мы тоже без тебя скучаем. Возвращаясь сюда, в следующий понедельник, я надеюсь, будет уже мужской понедельник. Два часа работы у нас во втором часе после 12. Мы с вами обсудим сбор подписей за установку памятника Николая II, который проходит, по некоторым сведениям, сейчас на стоянках по пути следования Великорецкого крестного хода. Насколько это правильное решение активистов православных? Или вы его не поддерживаете? Нельзя такое делать в то время, когда люди идут в Великорецкое. И, кроме того, несколько вопросов по возвращению авиакомпании «Победа» в наш аэропорт. Победилово состоится, не состоится. В пятницу на пресс-завтраке с губернатором Игорь Васильев сказал, что да, что соглашение будет, что победа полетит из Кирова. Победа будет за нами. Победа будет с нами. За нами. И у нас к этой теме переурочен опрос в нашей группе ВКонтакте. В то, что победа вернется в Киров. Вы верите, не верите? А что такое победа? Ну, такое немножко, опять же, подпись и говорить о крестном ходе слегка религиозном. Просто верю, не верю. Верю, не верю. Ну, такой у нас будет, да, второй сейчас. А в первом часе мы будем говорить о перспективах полигона в Осенцах. И несколько слов о новой схеме работы с твердыми коммунальными отходами. Будем говорить с Михаилом Шиховым, директором по развитию предприятия САХ, депутатом Кировской городской думы. Михаил Викторович у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Ну что, вот прошло заседание УЗС на минувшей неделе. И руководитель Кировского управления Росприроднадзора Ильдус Гизатолин там держал слово. Он и спикер ЗАГСобрания Владимир Быков прокомментировали депутатов ситуацию запретом на ввод эксплуатации нового мусорного полигона. Я цитирую по нашему сайту эхакирова.ру. И о чем говорил Гизатолин? Сказал он следующее. Полигон не введен в строй просто, но официально заказчик уведомил, что объект построен. Что касается аэродромов Порошина, и вот мы сейчас сделаем на этом тоже акцент, он не входил в 2015 году, когда готовилось экспертное заключение на проект в перечине аэродромов, которые должны иметь охранную зону. В связи с изложенным позиция ДОСАВ выглядит несостоятельной, говорит Гизатолин. То, что они сейчас заявились, они установили или не установили охранную зону, я не знаю. Тем не менее, проверка проводилась областной прокуратурой, природоохранной. Нами таких вопросов не возникало. Быков дополнил, суд просто принял обеспечительные меры, сейчас разберутся и продолжат строить. Высказал такую уверенность Владимир Васильевич. Вообще, конечно, я не знаю, ожиданным или неожиданным было вот это заявление ДОСАФа, которое они подали в суд, и решение арбитражного суда о наложении обеспечительных мер для САХа. Мы сейчас вот этот вопрос адресуем Михаилу Шихову. Михаил, что произошло? Ну, что произошло? ДОСАФ подал в суд приостановке разрешения на строительство, выданным Слободской администрацией, и наложил, ходатайствовал о наложении обеспечительной меры в качестве приостановки этого самого разрешения на строительство. Поясните, пожалуйста, вот эту процедуру. Суд удовлетворил. Вот эта процедура о наложении обеспечительных мер, что она подразумевает? Что происходит в этом случае? Вот конкретно по отношению к полигону, то есть? Соответственно, разрешение на строительство приостанавливает. Мы в данный момент не можем получить заключение о завершении строительства и ввести объект в эксплуатацию. Кто выдает заключение о завершении строительства? Расстроенадзор. То есть они вообще никаких действий не могут предпринимать, пока... Отличный мероприятий. Почему? Они нам выдали заключение о том, что строительство закончено, все недостатки, которые были выявлены, устранены, и, в общем-то, сейчас готовы выдавать уже заключение об окончании строительства. Но, к сожалению, вот это решение суда пока притормозило их действия, в связи с чем они тоже находятся в ожидании. Арбитраж отложил свое решение до где-то середины июня. Это что такое? Ну, это вообще, если говорить об истории ДСАФ, об истории аэроклуба, о его руководителе. То есть отложили, почему? Потому что господин Иванцов, руководитель аэроклуба, зачитаю, как он правильно называется, негосударственное образовательное учреждение Кировский аэроклуб общероссийской общественной организации ДСАФ. Негосударственное образовательное. В одном лице господин Иванцов и руководитель, и пилот. На данный момент, когда мы уточнили, где он находится, он находится в командировке в коме, с важной функцией. Он мониторит лесные пожары и прочее. То есть он в качестве пилота? В качестве пилота на том одном самолете, который есть у нас аэроклубе, он туда и улетел. Соответственно, в этот период полетов у нас не происходит, прыжков у нас не происходит. И все как-то у нас очень странно, завязано на одном человеке. То есть он здесь, этот Ан-2 летает, его нет, соответственно, ничего не летает. Плюс, если мы посмотрим в их свидетельства, то... Сейчас оно на столе у Михаева показано. Да, то вот смотрите, очень интересное свидетельство. Оно выдано только для самолетов Ан-2 и вертолетов Ми-2, Ми-8, которых у нас нет. Летают они только в светлое время суток, по установленному минимуму. И в период осенне-весенней распутицы аэродром не пригоден для эксплуатации. Ну, то есть у нас сейчас такая история происходит, что, в общем-то, мусор-то, он образуется ежедневно, круглосуточно, а из-за нескольких полетов, которые они, в общем-то, и могут совершать в летний период, и еще в тот период, когда они улетают куда-то зарабатывать деньги, так как они не государственные организации, и не финансируются государством. Ну, вот как-то так вот. Но, тем не менее, Света, хочу напомнить, что господин Рыбкин, он неоднократно уже говорил о том, что Рыбкин, это руководитель ДСАФР, Юрий Николаевич, не знаю точную его должность, но руководитель, да, руководит общественной организацией, и в том числе и на гражданском форуме, помните, когда был круглый стол в позатном году, он говорил, что я свои подписи не поставлю, и вот на этом буду настаивать, чтобы не вводить аэродром в эксплуатацию. Собственно, это произошло, но он два года назад об этом предупредил, а сейчас, как бы, получается, что это стало неожиданно. Почему так произошло, Михаил? Смотрите, на самом деле, в 2013 году аэродром Порошино зарегистрирован в государственном кадастре недвижимости как гражданское сооружение. И вместе с тем, в реестре гражданских аэродромов данное сооружение не числится. Вот у них в документах очень много чего напутано, в связи с чем, вот смотрите, у них есть регистрация государственная за номером 225. Набираем в интернете открытый доступ, понимаем, что это Домодедово. У нас хороший сосед, оказывается, с Киром Домодедовым, прямо здесь у нас. Свидетельство подписано генерал-майором Макулевым со сроком действия до 31 декабря этого года. 18-го года. 18-го года, то есть этот год, это последний год, когда, в общем-то, у них действует свидетельство. Что на самом деле происходит? Происходит следующее. Если вы имеете аэродром, то, согласно 135-го ФЗ, вы должны зарегистрировать преаэродромную территорию, которая является зоной с особыми условиями использования территории. Это что-то вроде защитной зоны такой, да? Да, что-то вроде защитной зоны, внутри которой можно зарегистрировать еще 7 зон, под зон. То есть, ну, вот наша зона, это как раз зона 6-я, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. Вот. Но... На это и указывают, да, представители? На это и указывают. У него аргументы были, два года назад были аргументы, что будут летать птицы и полетам мешать. Да, для понимания, у нас привлекают птицы фермы, скотобойни. И если уж смотреть конкретно на ситуацию, то у нас прямо в Глиссаде, если аэродром находится от полигона на расстоянии в 13,8 километра, вбок, то прямо в Глиссаде, в Глиссаде это где заходят на посадку и садятся самолеты и взлетают, находится у нас известная фабрика Зареща. Точно такой же образователь птиц. Точно такой же. Причем на расстоянии полтора километра. И к ним у них претензий почему-то нет. То есть они не требуют закрытия Зареща? Не требуют, конечно. Хотя, по идее, обязаны потребовать закрытия. Ну, если уж всех, так всех. В Бобино есть у нас коровники. Гораздо больше вот этих образователей птиц, гораздо ближе находятся. Поэтому решили вот они как-то с полигоном повоевать. Вы выбрали полигон, да, как вы считаете? Ну, я поддержу там Николая. Я помню прекрасно, Коль, как выступал Рыбкин и на общественной палате два года назад. Это история с претензиями жителей. Вахруши по поводу полигона. В общественной палате была принята, поддержана. И в течение всего этого времени, я как член общественной палаты могу сказать, и не раз уже говорила здесь в эфире, беспрестанно обсуждалась на различных комиссиях эта история. Сводились жители, представители правительства, представители САХа. И все время вот эта работа шла. И помните, что в этом году была образована рабочая группа с выездом на места представителей. Здесь были представители группы у нас в эфире. И прочее. И я тоже помню, что выступал Рыбкин бесконечно. И вот как-то почему-то все вроде бы там уже решалось весной. В марте месяце по рукам ударили. А потом последовало заявление в суд. И я-то не очень понимаю на самом деле представителей ДОСАФа. С их позицией... Сейчас нужно прояснить. Вы мне оба проясните, наверное. То есть они категорически хотят запретить открытие этого полигона. Никак ничего больше не обсуждается. Потому что вот мы должны летать. И только так. То есть эта позиция неизменна. Или что-то другое происходит. Что-то можно изменить здесь. Как-то договориться. Вообще как-то решить ситуацию вот сейчас. Светлана, говориться не о чем. По одной простой причине. Существует 135 ФЗ. Они свою приородромную территорию должны были в установленном законном порядке зарегистрировать. Нет приородромной территории. Нет зон. Нет зон. Нет запретов. Прервемся на полминуты. И тогда вопрос возникает. Почему суд-то вынес такое решение? В таком случае продолжаем разговор о судьбе полигона в Осенцах. А перспективы все-таки, Свет. Судьба, как-то ты грустно совсем говоришь. На сегодня просто видишь все такое. Верю, не верю. Судьба, не судьба. Мы говорим с Михаилом Шиховым, директором по развитию предприятий САХ и депутатом Кировской городской думы. В таком случае, почему суд, если эти зоны не установлены, почему суд принимает такое решение о наложении обеспечительных мер? Есть лизон, как таковых, как вы говорите, на правовых основаниях не установлено. Ну, суд это у нас отдельная власть. И я думаю, судья вынесла обеспечительные меры для того, чтобы все-таки разобраться в ситуации. Потому что тема экологии на сегодняшний день очень острая тема. Ну и, наверное, она не обладала полной информацией. Для того, чтобы уже понимать четко картину, чьи правонарушены и чьи не нарушены. Так, собственно, для этого, чтобы получить полную информацию, обычно берут эту паузу. На время суда накладывают меры, чтобы ситуация не менялась во время суда. Чтобы там случайно... Да, но я хочу сказать, что как бы обеспечительная мера, это достаточно редкая такая мера. Почему? Потому что, когда присутствует там угроза жизни, либо исчезновение предмета спора. У нас же полигон, это линейный объект, он никуда не убежит. Исчезнуть он не может. Ну и угрозы жизни, соответственно, нет. Строительство закончено. Сейчас там ведутся легкие работы по благоустройству. Ну и дальше мы намерены все-таки, надеюсь, суд разберется, вынесет правильное решение и намерены сдать объект и начать его эксплуатировать с 1 января 2019 года. Но в любом случае, смотрите, это же суд первой инстанции, то есть какое бы решение он не вынес, оно может быть обжаловано и, в общем-то, рассмотрено по-другому. Ну, я соглашусь с вами, как бы, ну, в данной ситуации, в данной ситуации, вот этой некоммерческой организации нарушено все, что можно. Поэтому эти 135-е четко прописывают, четко прописывают, каким образом они должны зарегистрировать все полетные зоны. Для этого нужно сделать проект, Минобороны должно выйти с инициативой на субъект, субъект должен рассмотреть, согласиться или не согласиться, и внести в схему территориального планирования Кировской области. Вот у меня есть официальный ответ. На схеме территориального планирования Кировской области никакой при аэродромной территории ДСААФ не существует. Вот я еще тоже не очень понимаю. С одной стороны, вы говорите, что в открытом доступе есть сведения, что они зарегистрированы как гражданский аэродром, а с другой стороны, здесь какое-то значение и действия какие-то предпринимает Минобороны. Так все-таки это военный объект или гражданский? Такая организация, понимаешь, что есть путаница, возникшая еще в советское время, когда все было государственным. Когда Минобороны мог вполне руководить общественной организацией и так далее. Сейчас изменилось. ДСААФ такая структура не очень понятная. Я не про государственный или не государственный? Я про гражданский или военный все-таки объект? Откуда Минобороны, почему интерес ДСААФ? ДСААФ традиционно всегда считался организацией, которая готовит кадры для Минобороны. Но сейчас эта общественная организация как бы с Минобороны не связана. Но как решить эту вещь, на законодательном уровне бы ничего не придумали. Поэтому возникает такая ерунда. Я хочу заметить по поводу кадров. У нас сенатор Бондарев, отвечая, кстати, на вопрос Рыбкина, как раз о патриотическом воспитании молодежи. Это сенатор от Кировской области. 15 марта в клубе ветеранов сказал, что в прошлом году из всей системы ДСАФ в летное училище поступило всего два человека. И со всей страны? Со всей страны. Когда мы говорим о том, что мы как-то кого-то воспитываем, я абсолютно за воспитание. Благодарен за их труд. Но когда у нас им приходится в коме летать, никого тут не воспитывать, у них закончились или заканчиваются вот-вот, не буду врать, парашюты, с которых уже нельзя прыгать. Срок кончается, да? Да, по-моему, срок кончается с 1 августа. Поэтому это буквально завтра. Поэтому у них заканчивается полигон, заканчиваются парашюты. Надо посмотреть по этому АН-2. И когда господин Рыбкин, мы с ним встречались, я говорю, давайте мы вам какие-то парашюты. На самом деле все можно делать, даже в установленных зонах, если вам разрешает аэродромный начальник. Ну, мы встречались, предлагали, конечно, помочь в плане патриотического этого воспитания, прикупить им какие-то парашюты, помочь какой-то необходимой техникой, восстановить эту вышку, которая прыгает. Ну, ребята отказались и вот упирают на то, что как бы они когда-то установят эту зону, которая не установлена, и вот тогда нельзя будет что-то строить, делать. Ну, вот я Юрий Николаевичу говорю, Юрий Николаевич, вот вас нет. Вот когда будете, тогда, наверное, и будем с вами разговаривать. Но, когда вы будете, когда вы будете, вам придется учесть в проекте зоны уже всех образователей, и птиц, и промышленные предприятия, и высотные здания, всех, кого вы есть. На что Юрий Николаевич, вот он прям так, как настоящий военный, знаете, мой аэродром был с 37-го года, мой аэродром был с 37-го года, и как бы слушать какие-то юридические аргументы, он не хочет. Вот на что ему всегда хочется возразить, вы знаете, а вот Трифонов монастырь был с 1580-го года, и он по высотным отметкам не проходит. А он тоже в зоне аэродром получает? Вы знаете, я хочу пояснить, потому что жителям города, я хочу пояснить жителям города, если Юрий Николаевич и ДСААВ установят эту зону, у нас появляется коробочка 25 на 30 километров, которая накрывает весь город в обе стороны, без разрешения летного начальника кол вбить не можете. Я могу вам пункт это засчитать, даже индивидуальное строительство запрещено. Ну это в определенных зонах, да, вот в этих вот? 25 на 30 километров от учетной точки аэродрома. Ну, грубо говоря, от Порошина берите влево-вправо по 12,5 километров, вперед-назад там... Там уже все застроено. Конечно. Конечно. А если зона будет наложена, то это не получается, что-то сносить, что ли? Это надо все сносить, но про сносить за счет аэродрома, насколько я помню. Ну или за счет аэродрома, либо учитывайте все при проекте планирования, там пускай куда-то в сторону летает. Там, на самом деле, 185 гектар земли. 185 гектар земли. По аэродрому. По аэродрому территории, да. Не знаю, там, конечно, можно зорницу устраивать, как угодно, не знаю, маршировать что-то, какие-то полосы препятствий делать. Ну, заниматься какой-то образовательной действией, безусловно. Ну, давайте, вот, я не знаю, я там коллеги своих спрашиваю, давайте рассмотрим ситуацию, что случится вперед. Из Слободского прилетит ворона и собьет этот Ан-2, либо этот Ан-2, который старше моей бабушки, развалится над головами жителей. У нас там есть и Таллинский детский санаторий, и Юркин парк, где детей навалом. Где у нас там малоэтажного строительства, очень много. Вот упадем, куда-нибудь, что будет? И что случится вперед? И вот я вот не верю, что ворона прилетит, и Ан-2 собьет. Помнишь еще, Коля, там на полном серьезе, буквально в прошлом, или позапрошлом, по-моему, в прошлом году обсуждалась история со строительством скоростной мототрассы, там какой-то, которую хотели вокруг аэродрома построить. Тогда жители прилегающих там поселков возмущались и говорили, что они не хотят эту трассу, потому что она будет шуметь, греметь и прочее. Но там никаких, вот тогда ДОСАФ никаких совершенно не высказывал претензий. И вообще, меня лично, как представителя СМИ, позиция ДОСАФ только с одной точки зрения этом волновала. Они вообще не давали никаких комментариев журналистам. И вот сейчас последний материал коллеги 7 на 7 делали, когда тоже собирали. Телефоны не берут и отказываются давать комментарии. Это очень странно, потому что, ну, там, что сложного-то пояснить? Выясните свою позицию, пожалуйста. Расскажите о своем развитии как-нибудь. Ну, вот как-то так. Нет, ну, Юрий Рыбкин у нас был здесь в студии, рассказывал о том, чем занимается ДОСАФ. Очень интересно рассказывал. Очень много направлений работы. Я имею в виду вот по этой конкретной проблеме. А по конкретной проблеме как-то вот я не знаю. Он и не поднимал этот вопрос. Да. А что же случится, Михаил, а что же случится, если, вот представим себе ситуацию, если решение арбитражного суда устоит? Либо если пойдут дальше, как вот Николай говорил, там, да, в другие суды, и все еще будет там наложен запрет на прием и так далее. Будет наложен запрет на эксплуатацию. Что будет? Что произойдет? Со всей этой схемой, которая уже разработана и принята. Вы знаете, даже если суд вот сейчас 15 число, это уже тяжко определенное. Почему? Потому что ввести полигон в эксплуатацию это время и достаточно длительное. То есть, это и включение в гаражо, это и получение лицензии, и необходимо там еще подъездные пути доделать. Поэтому, что будет? Вот смотрите, вот сейчас даже если мы начнем оттягивать, мы по срокам считали где-то мы конец декабря, начало января, если все очень быстро. Если все пойдет нормально, если все нормально делаем, то мы в конце декабря получаем лицензию и имеем возможность начать эксплуатацию. Как предполагается, то есть, с 1 января следующего года? Как предполагается, если сейчас начнутся затяжки, то, конечно, мы можем на сегодня сроке, то есть, лицензия, срок, включение в гаражо, срок, то есть, поэтому, получение тарифа срок, ведь получить тариф мы можем только до 20-го, а если у нас опадаться до 1 сентября, а если у нас ситуация будет неясная, соответственно, мы не подаем тариф, не запускаем полигон. Если мы не запускаем полигон, страшно подумать. Вот как раз страшно подумать, это что мы, как раз каким понятием? Смотрите, значит, у компании САХ заканчивается лицензия на эксплуатацию полигонов Костина. С 1 января точно туда не будет размещено. С 1 января 2019 года? С 1 января 2019 года туда точно не будет размещено ни одного килограмма мусора. Полигон будет закрыт. И ждать рекультивации. Дальше получается, что если мы не запускаем полигон в Осинцах, то мусор везти просто некуда в таком объеме. Куприт высказывался, что если повезут на полигон Купритовский, то там буквально за несколько недель он исчерпает свои возможности. Ну, на полигон Куприт вообще везти ничего нельзя. Почему? Потому что у Куприта есть определенная мощность, это 45 тысяч тонн. Город образует 250 тысяч. 45 тысяч тонн в год, и они все расписаны по промпредприятиям. Если мы эти 45 тысяч в течение месяца завалим городским мусором, то получим две проблемы. Городским мусором с промпредприятиями, да? Складывать мусор. И населению уже тоже некуда будет вывозить мусор. То есть все полигоны, которые у нас есть в округе, еще более-менее, мы можем в Чепецке, повозить в Чепецке, но это транспортное плечо, представляете, какое. И это все ложится в тариф тоже. Конечно, все ложится в тариф. Это все ложится в тариф. Правительство никак не комментирует эту ситуацию после того, как арбитражный суд принял такое решение. как-то молчит. Вот если ОЗС комментирует, Владимир Васильевич конкретно сказал, продолжит строить, он сказал, взял на себя такую ответственность. Он не взял на себя ответственность, просто сказал. Пока молчит. Потому что уже построили, да? Уже построили, полигон готов. Его позиция какая, если мы говорим про правительство? Смотрите, 89 ФЗ у нас четко говорит об ответственности за создание объектов социальной инфраструктуры, в том числе и полигонов по размещению ТБО. Ответственность целиком лежит на правительству. То есть это ну прям ответственность субъекта. Предъявляйте им буду. В 15-м году эти полномочия были убраны у города и переданы субъекту. То есть полностью на региональном уровне сейчас? Да. И я не говорю, что молчит, не молчит. Я знаю, что администрация Кировской области присоединилась к судебному иску с третьим лицом, как сторона, интересы которой могут быть нарушены. То есть она уже будет участвовать? Она будет участвовать в процессе. Как третьим лицом? Да, да, да. То есть она не молчит, она готовится к суду? Конечно. 211-101 номер телефона прямого эфира. Мы прервемся на полторы минуты и продолжим нашу беседу с Михаилом Шиховым, директором по развитию предприятия САХ, депутатом Кировской городской думы. Дневной разворот продолжается. Михаил Шихов, директор по развитию предприятия САХ, депутат Кировской городской думы у нас в студии. Мы сейчас развернемся от полигона в Осенцах в город Киров и поговорим о чистоте на улицах, потому что, конечно, очень много всегда вопросов поступает. И особенно этой весной претензия основная горожан города была это грязь. Пыль и грязь в городе. И мы тогда говорили о том, как убираются дороги, о том, как заключаются контракты. И всегда, и всегда возвращаемся к вопросу песка и реагентов тем, чем посыпают город зимой. Потому что этим мы дышим весной. И летом. И весной, и летом мы этим дышим. И на самом деле вопрос не снимается. И тут нам администрация города Кирова сказала, что мы попробовали мыть улицы с шампунем. Поняли, что это эффективно, но пока у нас не заложено на это денег и, может, мы где-то найдем деньги. То же самое говорят, когда обсуждаются реагенты. Мы попробовали, да, мы видим, что работает. И Илья Вячеславович Сульгин говорил, что мы будем переходить с песка, на реагенты. Он даже более того сказал, что со следующего года мы перейдем на реагенты. Да, но потом всегда идет оговорка, если будут деньги в бюджете. Если будут деньги в бюджете. Что с этим можно сделать? Вот вы, как профессионал в этой сфере, Михаил Викторович, скажите нам, мы можем что-то сделать с городом Кировом, чтобы, наконец, мы дышали свободно в этом городе, и чтобы эти пыльные бури прекратились, и чтобы город наш очистился? Что для этого нужно? Ну, конечно, в принципе-то сделать все это можно, и я считаю, это необходимо делать. Вопрос, как вы правильно говорите, бюджет все время встает. Что для этого нужно сделать? Ну, наверное, пересмотреть правила благоустройства, прописать другие контракты, исключить песко-соляную смесь из реагентов, вносимых во время гололеда. Она у нас прописана в правиле благоустройства? Прямо как она есть, да? Конечно, да, да. Это в 73-м, что ли, году было прописано, то есть мы попали в зону применения песко-соляной смеси. В 73-м году? Да, вот, по-моему, в 73-м могу. Ну, даже если в 74-м, знаешь, разница невелика. Невелика, да. И за эти годы мы, для понимания, мы ежегодно высыпаем на улицы города порядка 22-28 тысяч тонн песка. 30-ти тонн песка. Вдумайтесь. Тысяч тонн песка. Вот. И вот вся эта масса грязи, после того, как она окажется под колесами, между колесом и асфальтом, она становится такая мелкодисперсная. Вот. Очень хорошо летает. И по исследованию... То есть это уже не песок, а пыль получает практически, да? Это да, пыль. И по исследованиям института Мечникова, есть такой институт гигиены, да, то есть по воздействию на организм человека это второй класс опасности. То есть это очень страшная штука, на самом-то деле. И я-то всю жизнь был сторонником того, что необходимо убирать из города песок. Потому что песок это вот и грязь, и болезни легочные. И вот сейчас много... Каждый второй ребенок, к сожалению, уже с аллергией, легочной болезнью. Это вот все отсюда. То есть частично всем там на пыльцу валим, на полинозы, на все это. Ну, я четко могу сказать, что большая доля есть и это. Что с этим делать, кроме того, что если мы пропишем это в правилах благоустройства... Кстати, тут переписываются правила благоустройства. Вы знаете, это переписываются довольно регулярно, но почему этот пункт не трогают никогда? Нет, ну сейчас разрабатывается просто, насколько я знаю, дирекция дорожного хозяйства, разрабатывается новый контракт на содержание города в следующем году. Ну, и посмотрим, если контракт окажется удачным. Я надеюсь, они разорвут старые контракты, отыграют уже где-то с августа, чтобы мы и вторую зиму, вторую зиму уже работали по-новому. Ну, для понимания, то есть для коммунальщиков зима делится на две части. Это первая зима с 1 января и вторая зима до 1 января. Такое бюджетное правило. Опять же возвращаемся тогда к деньгам. То есть тех денег, которые сейчас тратят на песко-соляную смесь, их хватит на то, чтобы закупить реагенты и очистить город? Или сколько нам не хватает денег? А может быть уже на обе зимы закуплены у тех, кто исполняет эти контракты, и уже куда? Ну, на вторую зиму песко-солянка закуплена точно. Так что... Это до 1 января. Получается так, что до 1 января никуда не деться, да? Ну, почему не деться? В принципе, она может уйти куда-то на окраины города, еще куда-то на трассы, но в центре города, я считаю, надо убирать песко-солянку смесь. И что касается денег, вот мы и с Альбертом Валентиновичем пытаемся поговорить, на эту тему посчитать. Если возьмем в чистом виде количество песка и количество реагентов вносимого, то мы тут плюс-минус, тут не очень много надо добавлять. У нас появляется немножко другое. Нам необходимо приобретать новую технику для внесения в необходимом количестве. Чтобы новый реагент вносить, нужна новая техника, это нужны новые выносители, реагент сухой, его надо немножко смачивать, разбрасывать для большей эффективности. Ну и, соответственно, там вообще немножко другой принцип содержания. Реагент внесли, он отработал, его убрали. Соответственно, немножко надо на снег добавить, немножко на технику добавить. В смысле, на снег добавить, на вывоз? На вывоз снега, да. Вот как вот первую зиму вывозили, снег вывозили замечательно. Если сохранить вот эти темпы, то будет... То есть, опять же, я напомню, первая зима, это та, которая была после 1 ноя в этом году. Да, да, да. Потому что это не первая зима, когда вообще снег вывозили. И вот если мы уйдем от песка в центре города, то хотя бы немного денег добавив, добавив на рекультивацию газонов, откуда вся эта грязь и сливается, в общем-то, на улице. Что вы подразумеваете под рекультивацией газонов? Ну, смотрите, если вы по городу ездите, обратите внимание, трава и грунт находятся выше пробёрного края. Два варианта. Либо мы вообще убираем газоны. Вот лично я сторонник вообще убрать газон, заложить какую-то плитку. Для чего? Для того, чтобы газон не становился местом сбора мусора, чинарии, ещё чего-то. По московскому, европейскому типу. Деревья остаются, а газоны... Элементарно. То есть у нас есть пылесос, который мы не можем запустить на улицу. Почему? Потому что... Пескосолянка, она когда спекается, она образует такую тяжёлую фракцию, пылесосы её не поднимают. А если бы у нас не было песка, у нас была бы как раз пыль, какие-то мелкие мусорки, тот, который мы витродуками могли бы смести приладковую часть, на дорогу, грубо говоря, и пройти с пылесосом всё это собрать, у нас бы было случиться замечательно. То есть придумывать-то ничего не надо. Всё давным-давно придумано. И не знаю, я даже, знаете, как бы иногда там пытаюсь, может быть, в разрез политики города, но по мне так, ну тротуары замечательно смотрятся и в асфальте, а вот газоны-то надо бы, чтобы туда вода уходила, закладывать вот... То есть либо газон надо закладывать, либо опускать вниз, чтобы они были ниже уровня. Либо опускать вниз, да. Вот это я и говорю. Рекультивация газона, она либо должен быть, он каменный, ничего там не должно скапливаться, то есть там должно быть быстро удаляться всё это, когда зима проходит, либо он должен быть ниже, чтобы оттуда грязь не стекала на проезжую часть. Ну вот такая история, в которую должны подключиться, кроме тех, кто дорожной сетью занимается, также экологи там, да, и озеленители, смотреть, где оставить, где убрать в скверы, потому что, помните, вот эта история с пустырями, которые можно убрать под скверы для... Конечно. Надо создавать рекреационные зоны, то есть всё зашивать в бетон и отделать парки просто, где, ну, такие легкие города. Ну, те же общественники, которые занимаются, вот как раз вопросами города, они много раз говорят о том, что газоны выше уровня асфальта, это, собственно говоря, мы можем делать всё, что угодно, они всё равно нам город делают грязным. Конечно. Тем более никто не говорит о том, что необходимо убирать деревья. Деревья как раз можно все оставлять. Ещё и больше высаживать. Ещё и больше высаживать, а убирать вот как раз места скопления, накопления этого песка, пыли, грязи, мусора. Ну, и всё равно денег никогда много не бывает. Конечно. То есть мы здесь таким, как каким-то кусочком перераспределениям занимаемся, а где ещё можно там получить деньги? Если говорить о тротуарной сети и газонной, то мы всё время пеняем вот на эти две большие программы по благоустройству и про безопасные качественные дороги. И все говорят, что как-то они накрывают как лоскутным одеялом, они не работают вместе, нет этого эффекта, с энергетической тротуары выпали и оттуда, и отсюда никак. Есть почему-то как бы благоустройство дворы, и есть само дорожное покрытие, а всё, что между ними, оно куда-то вот пропало у нас. И плюс к тому, если вспомнить, когда у нас делали дороги, зачастую дороги делали, бордюр не делали, то же самое, потому что нет бордюра, всё течёт, всё течёт, и вся грязь прямо из дворовых территорий, всё прямо выходит на дороги. То есть нет вот какого-то на самом деле согласования, что ли, не знаю. Ну, это уже не совсем наш вопрос, да, по уборке. Ну, чисто так у нас всё с вами связано. Я знаю, то есть, ну, вот смотрите, когда мы приватизировали всё жильё, то есть мы, соответственно, и землю приватизировали, и, в общем-то, все дворы и подъезды к ним являются частной собственностью. И, по идее, как бы люди должны каким-то образом либо скидываться, либо делать, либо участвовать в всех программах, которые город проводит, грантовых конкурсах, да, и исправлять всё это. Кто-то это делал действительно успешно. Плюс программа БКД, смотрите, она у нас первые два года, по-моему, предполагала это объём. То есть мы должны были... Метраж. Метраж, да. Прямо выгнать метраж. А вот третий год следующий, то есть, соответственно, мы уже можем обратить внимание... И на тротуары тоже. И на тротуары, да. На бородюры. В ближайшее время, я думаю, что мы как раз в программе Урбан этот вопрос и разберём. А всё-таки, что про деньги. Субъекта может каким-то образом помочь городу, чтобы у нас начался этот проект, потому что... Хотя бы на уровне первоначальных положений, потому что вот с этого года измерить. Там есть какие-то ресурсы, и мы можем представить, где могут быть эти ресурсы? В субъекте? Да. При желании субъект всегда, конечно, может помочь городу. Вопрос в желании. Вопрос... Ну, давайте так. У города есть свой бюджет, у субъекта есть свой бюджет, и тут и тот субъект, и тут и тот бюджет напряжённый, поэтому как бы... А ресурсы, ну, не знаю, мне кажется, может быть немного тех штрафов, которые поступают в субъект от автомобилей... От нас, автомобилистов. От нас, автомобилистов, проживающих в городе Кирове. Если хотя бы, ну, хотят бы немножко направить... Окрасить, то есть, чтобы они оставались в городе? Не оставались, они и так все остаются в субъекте, а этими деньгами... Нет, в городе, чтобы в город уходили. ... Хотя бы немножко, да, пропорцию изменить того, что даётся городу, от этих штрафов. Потому что основные штрафы, конечно, с города собираются. Остальные штрафы с города собираются. Плюс транспортный налог тоже как бы один из... И транспортный налог. Хотелось бы ездить по чистым улицам и ровным улицам. И вот если мы сложим все эти вещи, если мы будем вывозить снег, как это зимой, а вы хвалите из города за то, как они вывозили, если в правилах благоустройства начнутся изменения и начнут исключать песко-соляную связь, а реагенты больше применять, если вопрос по газонам и регион немного накинет нам денег от штрафов, сколько времени можно прикинуть уйдет на то, чтобы мы вдруг задышали хорошим чистым воздухом в Кирове? — Я думаю, года три, для того, чтобы мы хотя бы избавились от пылевых бурь. — Три года — это меньше, чем пять. — Три года — это хоть какая-то перспектива. — Три года будет чистый, как минимум. — По правилам благоустройства я до сих пор не понимаю, какие внесены изменения в город, потому что они все время дорабатываются и дорабатываются. — Эту позицию не трогали пока, точно совершенно. — И по, да, и по... Хотя это очень важно, правда, тут и контракты связаны, и намерение очистить город, который Шургин неоднократно высказывал. — По правилам благоустройства и контракт на содержание, ну, немножко разные вещи. — Да. Но все равно они одно от другого-то ведь зависит, правда? — Хотя в правилах благоустройства, да, можно приписать запрет на применение обеспечения. — И БКД, то есть будут ли заниматься тротуарами в следующем году и что с газонами, очень много чего нужно решить в этом году, чтобы мы через три года задышали. — Правда. — До того, как все контракты будут заключаться, до этого все должно быть. — Ну, смотрите, вот контракт на этот год отыгран, и сейчас ведется работа, и я думаю, что оно закончится каким-то мнением контракта, и в следующий год мы уже будем жить по новым правилам. — Ну, мы, естественно, в наших разворотах и в программе «Урбан» все эти вопросы будем освещать, следите внимательно и участвуйте активно в наших эфирах. А у нас есть сведения о заседании суда по поводу снятия обеспечительных мер. Оно состоится сегодня в 15 часов, будет какая-то информация, через некоторое время выложено, снимут или не снимут. Ну, и мы, конечно же, должны сказать, что мы предоставляем наше эфирное время представителям ДУСАВ, о которых сегодня говорила, что они редко отвечают все-таки на вопросы по поводу полигона. Пожалуйста, у всех равны в этом смысле права, и если ДУСАВ откликнется, то мы выслушаем их позицию по этим пунктам. Благодарим нашего гостя Михаила Шихова, директора по развитию предприятия САГ, депутата Кировской городской думы. Сейчас новости, тематические программы и реклама. В следующем часе мы зайдем с победой. Субтитры создавал DimaTorzok